Ну, во-первых, появился наконец-то герой-офицер, действительно герой, я вам говорил, что в России нет офицеров, что это все ряженые, и ваши Ивашова, и все остальные, то есть это просто болтуны, которые подменяют собой журналистов, там различного рода политологов, сидят, что-то обсуждают, настоящий офицер, и мне никто обратно не докажет, он учился для того, чтобы защищать, а защита с оружием в руках, она подразумевает, собственно, и гибель в некоторых случаях. И если бы у нас были настоящие офицеры, то поверьте, в ситуации сегодня, в которой находится народ, они просто обязаны его защитить, обязаны физически, с оружием в руках, и если они этого не могут, то должны себе пустить пулю в лоб, никто до сих пор этого не сделал, говорят еще раз, за столами, круглыми, квадратными, с высоких трибун, но офицеров нет, и не надо мне рассказать, что они были во времена СССР и прочее, прочее, возможно, среди прочих, там еще можно саблино упомянуть, сегодня их точно нет, они присмыкаются, прячутся за своих жен, у них под юбками, не знаю где, но ни один не выступил против этой банды, а в том, что эта банда, надеюсь, вам всем очевидно. И вот у нас появился такой человек, это Хачикян, ну что я могу сказать, Тигран, родился он в 1972 году, ему 51 год получается, закончил высшее командное инженерное училище в Санкт-Петербурге, капитан третьего ранга, кстати, прослужил он с 95 по 2005 год на флоте, в том числе на подводной лодке типа Акула, и сегодня является пенсионером, пенсионер, который еще вынужден был подрабатывать дальнобойщиком, представляете? Поэтому я думаю, что здесь объединилось все, ненависть к власти, и в целом, и за свою участь, участь своей семьи, которая, очевидно, не проживала в роскоши, капитан третьего ранга, вы подумайте. Но это действительно подводник, о котором стоит говорить, именем которого впоследствии стоит учредить какую-то награду, и сегодня мы должны признать, это герой России, но не путинской России, а той России, которую мы с вами сегодня делаем нашими общими усилиями. В честь Тиграна будет названа обязательно улица, площадь, мы будем гордиться, так сказать, этим человеком, и обеспечим достойную жизнь его семье, его детям. Я очень надеюсь, что он недолго просит за стенках, после свержения путинского режима он все-таки выйдет. Но, наконец-то, в России есть герой-офицер, все остальное это Шушера. И еще раз говорю, у вас не найдется аргументов меня переубедить в обратном.